Дорогие друзья, мы с вами находимся на телеканале Юмор, меня зовут Антон Юрьев и счастье привалило, как говорится, знаете, буквально слева от меня, справа от вас, мистер молодость 2015, мистер красота, мистер вселенная, понимаете, вот, ну, знаете, у нас же должно быть так, мистер вселенная, мистер пельменная, вот, поэтому у нас сегодня в гостях человек, который всем, вообще, минут 20, сколько заплатил, так и представлю, вот, человек, который, знаете, выходит на сцену, вот, выходит там от нуля до 99, все дамы говорят, Прохор, и бросают нижнее белье, чувак уходит практически одетым, у меня Прохор Шаляпин в гостях сегодня, привет, дорогой, как сам? Отлично, я к вам ехал с таким счастьем, наконец-то я попаду на Юмор ТВ. Хорошо ехал? Нет, я очень хорошо доехал, удачно очень, так что, вообще, мне нравится очень ваш канал, я все время смеюсь, ну, включаю, смеюсь. Слушай, а ты знаешь, вот, практически весь шоу-бизнес, он и без канала смеется, есть определенные средства, к примеру, у Шаляпина сольник в Амстердаме, ему канал не нужен, сам взял, сам поджал. Скажи, пожалуйста, сегодня утро Прохор начал с зарядки, с фитнеса, с пробежки. Да вы что, какая зарядка? Мы вчера отмечали день рождения Анастасии Стоцкой, и, конечно же, нашего великого президента мы тоже отмечали. Ну, это понятно, да. Мы безалкогольные, сейчас запретили вообще. А что случилось, почему? Как все запрещено? Не знал? Вообще все? Нет, я не знал, то есть, а, погоди, а если вот у тебя вот 452 дня города, как бы в день, да, ты вышел на сцену, а как вот горячего чая с конвячком? Нет, вот вообще, я говорю, я по городам езжу, уже, наверное, не в том возрасте. Я, потому что мне тяжело выпивать в самолете, мне страшно, я лечу, я поджимаю кулаки, но я не пью, потому что давление идет. Ты знаешь, расскажи, говорит, а здравствуйте все, меня зовут Прохор Шалетин, я не пью. Здравствуй, Прохор! Ну, ты знаешь, такой легкий психологический тест. Скажи, пожалуйста, а ты что, начинаешь бояться летать в самолете? Я вообще боюсь все время летать, я все время сажусь, как в последний раз. Я в воздухе вспоминаю все молитвы, которые знал, мне очень страшно, я не знаю, чем это объяснить, вот меня это всего трясет, у меня руки потеют. Знаешь, и самое интересное, я сажусь в самолет, я всегда так, ну, думаю, сейчас засну, засну, проснусь уже, вот, засыпаю, думаю, так, залетает самолет, начинает, ну, как бы уже набирать скорость, я думаю, а вдруг в последний раз я вижу все это, и, короче, я вытращиваю глаза. Ну, ты же знаешь, что сейчас вот тяж будет, аэрофлот, трансаэр, вот это вот, как бы, да? Да нам-то что? Нам-то по барабану, да, мне где дешевле, я вот летал аэрофлотом, да, иногда попадал на ЮТР, но всегда у меня вот это вот, возьмите, забавила, бухать всегда, трансаэр, вот, поэтому это нормальная тема, скажи, пожалуйста, а где в ближайшее время, потому что я вот, все вопросы сегодня, которые тебе прислали, я бы почитал, отмел из 999, вот, как бы, Прохор, я люблю тебя, эээ, вот это я убрал, как бы, ну, ясен хрен, как бы, да, ну, любит же, вы уже красив, высок, два метра красоты у меня сегодня в эфире, вот. Но на самом деле, самое важное, друзья мои, не красота в этой жизни, а ум, если его нету... Продолжай. Нет, если просто его нету, этого ума, как бы, то вам красота не поможет, я тому пример. То есть, как бы... Не, ну, я не то, что я глупый, я просто понимаю, что мне очень многому надо учиться, есть вот люди, знаешь, вообще, ну, как бы, из себя ничего не представляют, ну, как бы, вот, ты смотришь на них, думаешь, боже мой. Мошара. Отдохнула природа. Да. Но ум, хватка и человек на коне. Вот так. А ты, как бы, и ни при чем здесь. Ну, целеустремленные люди, понимаешь? Ну, что касается, вот, когда основополагающим является ум, чё-то я не понял, чтобы, к примеру, вот, ты выходишь на сцену, там, да, еще ряд исполнителей, которые, безусловным, талантом, которые продолжают учиться, они выходят, девчонки, а, но я не помню, чтобы Вассерман вышел на сцену, как бы, да, здоровые люди, вот эти... А-а-а! Вот, ум, это хорошо. Не, ну, обаяние, это, людям нравится вот это обаяние, вообще, людям нравятся глупые люди. Да. Да, потому что на сцене глупые они обладают определенной харизмой, которая нравится. Во-первых, зрителю всегда интересно смотреть на того, кто глупее и хуже. Тот, кто умнее и лучше, он раздражает. Конечно, бесит. Я вообще, когда проезжает Бентли, какой-нибудь умный человек, когда я плюю в машину, мне настолько обидно, понимаете? Ну, как так? Вроде бы я вот, смотри, красив, хорош, высок, но нет, я, в общем-то, на Ниссане. А вот этот вот на Бентли. Что, ты на чем ездишь, скажи мне? Да я на скромной машине езжу, на самом деле, я не фанат автомобилей, я спокойно отношусь к этому. Казель? У меня эконом-класс, у меня тазик эконом-класс, чтобы сливаться с толпой. И, мало того, я иногда езжу, там в пробку встанешь тогда, ну и на фуфырины весь сидишь. Я иногда в костюме езжу, меня один раз гаишник остановил, а я в костюме в концертном сижу в своем тазике. Вот мои права! Ну так, знаешь, подходит мне, ну, думает сейчас какой-нибудь там это, сидит, открывается окно, и я во всей красе, от меня духами весь. Короче, он такой, ой, Прохор Шаляпин. И даже его не удивило не то, что я Прохор Шаляпин, а то, что я в такой машинке езжу. Слушай, на самом деле, я тебе хочу сказать, что это очень хорошо, когда вот ты открываешь окошечко, да, и они говорят, ой, Прохор Шаляпин, здравствуйте. Некоторые же, знаешь, как бы они говорят, ой, там Баса Иванов, он и закрывает окно. Да, это тоже я сталкиваюсь, я иногда сталкиваюсь с хамством, но люди еще пытаются тебя провоцировать. Но я уже научился закрывать себе поле и понял, что, ну, это, знаешь, какая-то притча была. Вот к тебе пришли с подарком, на тебе этот подарок, а ты говоришь, нет, мне ваш подарок не нужен, я обойдусь без него. Кому этот подарок остается? Тому, кто его принес. То же самое с негативом, если человек там пытается что-то это, говоришь, до свидания, все. И он, как говорится, человек там и утонул со своим негативом. Слушай, на самом деле, как бы, я думаю, что ты уже столько лет в шоу-бизи, сколько лет на эстраде. Это больше всего раздражает людей. Ты заработал уже право абстрагироваться от тех людей, которые тебя бесят и раздражают, понимаешь? Ну, то есть, с которыми тебе неприятно общаться просто. Да, ну, меня могут обидеть, ранить люди, которых я считаюсь, с которыми мне кажется, что они умны, а не это. Но, к сожалению, зависть иногда гложет всех, и она... Зависть вообще плохое чувство, оно разрушает только человека. Ну, вот меня это иногда, конечно, тоже так, чуть-чуть. А что, завидуют? Не, а вот эти вот комментарии, вот мне вот это, знаете... Вот это вот, даже вот Света Тимофеева, знаешь ее певица? Ну, ну. Она ходит и поливает меня грязью, но я сенсация, я сенсация. И ждут меня одни овации, 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 овации. Вот так надо относиться ко всему. Ну, как бы, с другой стороны, это, знаешь, первая стадия шизофрении. Нет, я имею в виду комментарии, когда там пишут, там, ты такой секой, там, это, это, вот. Лезут в мою личную жизнь, как будто я тамагочи им, да? То есть, ну, купи себе тамагочи, там и занимайся. Нет, тамагочи уже нету, понимаешь? Да? Да, да, все. Весь на меня переключились. Да. Ну, некоторые люди, это большая душевная травма, кстати. Когда у кого-то в детстве умер тамагочи, все, клюша съехала, как бы, ходишь до конца жизни. Вот, а какие похороны иногда ему устраивали, господи, боже мой. Понимаешь, ансамбль из покемонов рядом, как бы тамагочи умер, это вообще жизнь. Так, где следующий концерт? Куда вот этим вот всем 25 миллионам зрителей идти? Значит, дорогие зрители, я выступаю, ну, как, вот, завтра я лечу в Грозный, 10-го числа я выступаю на площади в Грозном, мы едем с детьми петь. Ох ты! Да. Ох ты! В общем-то, для меня это первая поездка в Чечню, я, как бы, очень давно хотел там побывать. Да, там практически все. Я очень, я вообще всю страну объездил за эти 10 лет, везде уже был, и на Дальнем Востоке, и в Южно-Сахалинске, где только я не был. Ага. Хоть меня там обвиняют, что у меня очень много и концертов, и, как говорится, народная песня, мы даже в Китай сейчас вот поедем скоро. Вот так вот! Это вы со своей попсой, дорогие мои коллеги, сидите дома. Шаляпин поедет в Китай с новой программой, широко раскрытыми концами, понимаешь? А мы с народными песнями весь мир скоро объедем. Да? Ну, конечно, потому что это единственный жанр, который котируется, ну, опера еще, опера. Нет, оперу не надо, ну, слушай, ну, не надо залезать на рынок в Ростовскую и Нетребко. Ну, что ты говоришь? Нет, я туда и не пойду, потому что мне, как бы, несподручно. Это очень страшно, потому что нечаянно, как бы, стрелку уничталов. Ты, понимаешь, да, шаляпин на своем заднике выдъезжаешь, и Нетребко выходит. Нет, я собираюсь, на самом деле, возглавить народный фронт. Нихренаж себе! Нет, ну, я, как бы, хочу быть королем народной песни. Я уже, как бы, себя чувствую королем, просто об этом никто не знает. Надо, как бы, сделать так, чтобы все это знали. Потому что у нас все короли, как бы, да? У вас есть король российской эстрады. Да, российская эстрада, это само по себе. Есть король гламура. Король гламура есть. Позавчера я на Венефисе одного замечательного автора встретил королеву цыганской песни «Земфира жемчужная». «Земфира жемчужная». Да, это королева цыганской песни. Пьер Мари, королева. Не хочешь сменить там Прохор Стразиков? Ну, к примеру. Джаза, блюза, блюза. Блюза, да. Ну, в общем, а вот я буду королем народной песни. А вот мне говорят, есть у нас уже королева, но у нас есть королева, это Надежда Бабкина. Она королева, а короля-то нет, поэтому я мечу на это место. Господи, как они делаются? Последняя драка была вот между Надеждой Калдышевой и Бабкиной, там два ансамбля просто. Одному чуваку гуслями так перехлянули, что мама не горит. На самом деле, вы знаете, вот народному хору почему всегда хлопают? Потому что если не будете хлопать, народный хор вас может затоптать. Конечно, да. Потому что хор Пятницкого – это 80 человек. И центрифуга такая в зал. Да, и всё, и нету зала. Оп-оп, и вы как бы пришли в концерт послушать хор Пятницкого, хряка проснулись на Урале на гастролик с ними, понимаете? В кокошнике как бы, что за ботва? То есть, по сути говоря, завтра ты уже просто сел и улетел в Брозный, да? Да, у меня завтра днём самолёт, я ещё хочу вечером прогулять. Да, там очень мы объединяем усилия, мы будем, в общем, там что-то будем ещё созидать и петь. Возле Мэрии, приходите все, мы поём возле Мэрии 10-го. Кто входит сцена будет? Или просто говорят, Прохор, а привет, здесь пой возле Мэрии! И Прохор пошёл отрабатывать трансон. Нет, ну у нас всё время просто у меня всё путается в голове, сейчас наговорю не того. Вот, я выступаю вообще часто, поддерживаю. Я с глухонимыми детьми выступал, они тоже со мной пели. Это почётно. Нет, как бы твоя благотворительная деятельность, да, что ты очень чётко и грамотно пишешь. Просто об этом мало кто пишет, мало кто говорит, а вообще… Да это им интересно, им интересно, где ты раз, где ты два, где ты… Понимаешь, это интересно. А то, что ты откликаешься на какие-то благотворительные вещи, например, вот недавно Прохор сдал кровь, понимаете? Весь кровь, понимаете? А ещё меня удивляют вот эти подколы, знаете, я вот сейчас в Казани был несколько дней назад, выступал. Ну и там как бы публика была, соответственно, постарше, поумнее, постарше. Я вообще уважаю, ну как мне нравится больше выступать перед людьми постарше. Понятно. Они разбираются, у них есть вкус, они уже разбираются в музыке более-менее, и они обо что смотреть не будут, как бы там это, да. Ага. Вот. И, значит, я это, и они меня потом окружили, мы все там целуемся, обнимаемся. Я выставляю с гордостью это всё в соцсети и пошли подколы. Вот Прохор, вами интересуются только те, кто вот постарше. А чё плохого-то в этом? А я вот считаю, что это, наоборот, гордость, этим надо гордиться, потому что эти люди умные, понимаешь? Ну постарше и постарше. Главное, чтобы параллельный полный. Просто если бы ты был, я понял бы вот этот вот подкол, как бы, об окружении мужиков, все обнимаются, как бы, да. Вот, Прохор, вами интересуются люди, я бы насторожился, а тут тётки-то, ты представить себе не можешь. Я понимаю, что молодёжь, она когда бросает, и ты говоришь, Прохор, я люблю тебя, это одна Марина. Если кто-то из старших, понимаете, бросит, тебя накроет этим видео просто, понимаешь, будешь как весёлое и доброе привидение. Давайте послушаем немножечко музыки, вот. Вот смотрите, какая сентенция на канале юмор, да, почему мы креативные, да? Потому что в гостях у нас Прохор Шаляпин, а слушать мы с вами будем ёлку на большом воздушном шаре. Понеслось, родные мои на юморе. Дорогие друзья, хочу сказать по-русски, понимаете? Клоп Йо Хэнзо Пэври Бадди, у меня сегодня в гостях Прохор Шаляпин, мы сегодня отжигаем, сейчас мы будем петь частушки, потому что, вы знаете, нужно как-то утром поднимать настроение. Как русский человек поднимает себе настроение? Ча-сту-шка-ми. У них же даже были батлы, да, вроде? И отражение в зеркале с утра. Слушай, он посмотрел на меня сейчас, да? Нет, нет, нет. Отражение в зеркале с утра, понимаешь? Да. Я сегодня спал на правой половине, видишь, я проснулся, у меня хайр. Я думаю, господи, боже мой, там не король шут, а шаляпин идёт, это разные вещи. Хайр убирал очень долго. Короче, брокор, давай частушки, всё, давай. Не, ну посвящается тем, кому сорок лет и у кого нет мужа. Гад, давай! Сорок лет уже нет, всё мне надоело. Пойду сяду на костёр, чтоб кое-что сгорело. Ха-ха-ха-ха! Такая практическая дизайн. Больше, знаешь, такие дубрики, когда говорят, охотник парень под деревней сильно улыбается, а вставил зубы золотые, рот не закрывается. Сука, господи! Давайте о любви ещё продолжим говорить, потому что всё равно вот эти концертные дела шоу-бизнесу. Всех волнуют слухи, Прохор, всех волнуют слухи, понимаешь? Чё, как, где? Но мы об этом говорить не будем. Идут они в лес. Просто они сами по себе живут, они сами по себе как-то там где-то. А мы на высоте, народные песни. Я пришли, если я культуру возвышаю. Ты в массы? Своими песнями, да, я записываю песни, вот у меня бьётся вдаль тропа лесная, я выхожу с этой песней, да, вот я чувствую, вот я вижу этот лес, тропу. То есть я действительно попадаю в какой-то добрый мир. Да? А да, ну не то, что вот наши, вот я говорю, восхваляется сегодня, к сожалению, не тот, ну не то, что надо. Меня надо везде ставить, во все эфиры, во все концерты, во все, значит, главные концерты страны. Вот кто должен петь, я, а не кто-то там с тремя нотками. Дорогие друзья, на третьей реальной премии, я думаю, нужно ввести номинацию «Мистер Скромность 2015». Да нет, дело в том, что вот то, что сегодня восхваляется, и то, что сегодня в ротациях горячих везде людям навязывается, да, вот я выхожу на сцену, мне не надо навязывать, мне так хлопают люди, даже когда песня, как говорится, не была проратирована миллион раз. Ага. Вот. Выхожу, и вот я это. А здесь получается, что войду в историю все равно я. И фильмы будут снимать про меня. Про Крылья, я тебе скажу так. Художественные, длинные, вот сейчас как про Гурченко снимают, про Зыкину. Будут снимать про меня, вы вот зря смеетесь, я вам это точно не говорю. Я не смеюсь, это нормально, дай бог тебе, это как бы установка. Снимать фильмы про меня! Кто на первом? Я на первом! Дай тебе бог! Просто я тебе хочу сказать, как бы, тайно. У песни «Ой, мороз, мороз» вообще ротации ни хрена не было. Тогда радио не было, понимаешь? А вот как бы ты выходишь, а теперь олимпийский! Ой, мороз! И все! А что ты не хочешь делать шоу русской народной? Понимаешь? Ну, я вообще-то тихо переплюнуть. Я есть шоу. Ты же не видел мои концерты. Я устраиваю шоу. То, что в инстаграме вот это вот. Бам! Не, это фигня все. Вот, а я... Ну, как бы, когда ты там... Это нормально. Просто смотри, вот есть, к примеру, у Надежды Бабкина, да? Она берет, как бы, вот ассой армией, да, вот это. И как бы, когда все кружатся, мне это напоминает, когда хрень из Египта, знаешь? Ты приходишь с тебя и говорит «Вам подарок, экскурсия!» «Не-не, я спать!» «Экскурсия!» И ты идешь, как бы, а там они кружат на 40 минут. У нее тоже, она берет масло, понимаешь? А у Кадышевой, у нее проще, у нее проще. Она как бы... За счет яркости костюмов. Ну, она выплывает. Нет, она говорит... В деревне. Она выплывает, она встает, вокруг нее яркость костюмов, как бы, да, все это расшит и не знаю, вручную не ручит. И мужик рядом, видимо, муж, я уж не знаю, как бы, мы с ней особо не знакомы, ходит, как бы, с этой самой гармошкой и смотрит. Кто? Не хлопает. А у тебя там... Ну, они уже реализованные, сформированные, как говорится, личности. Я, конечно, с большим уважением отношусь и к Кадышевой, и к Бабкиной, но мои самые такие вот прям кумиры и кумиры, они, конечно, уже давно все поумирали, к сожалению. Один ты остался. Ну, как бы, я продолжатель традиции, вот Федор Иванович Шаляпин, да? Хотя, что остался? Федор Иванович Шаляпин, поговорить об этом, да? Это великий человек, великий. Понимаешь, на кого надо равняться? Если вот сравнивать даже с сегодняшним временем, перевести все в доллар и в евро, да, сколько заработал Федор Иванович, и сколько стран он посетил, и признание всего мира, а не наши, а только, как говорится, СНГ, как некоторые наши суперзвезды, считают, что они такие незаменимые и суперталантливые, но в мире их никто не знает. Ну, это бывает, нормально. Ну, это смешно, потому что все великие и незаменимые, их знает весь мир. Поэтому я стремлюсь на мировую сцену. Да? Я считаю, что народные песни должны звучать по всему миру, и, слава богу, нас принимают за рубежом. Я уже, ну, не много где, но выступал вообще, да. Вот, это нравится, это нравится разным людям. Вот это да, широка страна моя родная. Вот вы смеетесь надо мной, а над нашей попсой смеются, смеются вообще, так смеются. Мадонна включает иногда наши музыкальные каналы, и от смеха просто падает головой вниз. Да? Я думаю, что на последнем концерте? Да, мне рассказывают. Причем она падает в оливье, как бы, в ряду сразу, как бы, бухала, бухала, как бы, да. О! Льепс! Льепс! Кирк! Йора! Я понимаю, да. Ну, Мадонна, как бы, это нормально, понимаешь, это уровень. Другой стороны, я имею в виду эстраду, да? Чего смеяться-то? У тебя вот есть желание, как бы, ты этого хочешь. Нормальная цель и устремленность. Кто, как бы… Да мне постоянно все твердят, Прохор, давай пой попсу, давай вот, типа, а мужчина такой, мужчина с бородой, надо такие песни, и так далее. Говорю, ребята, но это не мое. Нет, Прохор, про мужчину с бородой не пой, не надо. Вообще, Сухо пой море. Нет, я имею в виду такие песни, такого формата. Поэтому я говорю, ребят, ну вот мне нравится другой формат, Охутушка луговая. В этой песне заложен, да, там небольшой смысл, там, где штыночку ночевала, а я в ночке под лесочком, там под ракитовым кусточком. Да-ка в русских народных песнях… Но там есть добро и есть созидание. Настроение, да, под ним хочется плясать. Да, вот к примеру, знаешь, когда вот… Некоторые ржут над Есениным, потому что он успевал природу, в основном, как бы, речки, лесочки, да? Да нет, но Есениным уже никто не ржут, потому что он все-таки… Распиаренный, скажем. Над ним вообще не ржут, потому что его сыграли… Красиво очень. Сыграл тот, после которого ржать-то как бы… Уже неудобно ржать, да, если тебя сыграли. Да, потому что… Не, ну с другой стороны, почему нет, если тебе действительно это нравится, не нужно… В данном случае они просто напрягаются, что ты себя противопоставляешь. А вот я вот пойду по своей стороне тротуара, хрен с вашей лапцой, я буду воспевать русскую песню, потому что она не близка. Да нет, наверное, могу тебе сказать, что я воспеваю величие настоящее, которое вне времени, которое входит в историю. Вот Федор Ивановича Шаляпина его до сих пор никто не затмил, и я хочу обратить свое внимание, что много ли наших артистов может похвастаться, что после их смерти, спустя 80 лет, их будут помнить и считать крутыми. Мне кажется, что наших артистов вообще забывают, если два года не крутят их песни нигде и не пригласили на эти огоньки. И два года, и человек, как и не было, никто не помнит, никто не знает. Ну это нормально, просто как ты хочешь? Ты идешь как бы… Дорогие друзья, через 10 лет возложение памятников группы «Мальчишник», да? Какой смысл-то? Какой смысл? Нет, на самом деле, если у тебя есть нормальные, хорошие, грамотные, целеустремленные желания, ты логически посреди человека, выстремишь что-то? И поэтому я пришел на ваш канал с целью привлечь спонсоров к моему проекту. Знаешь, роды? Мне нужны деньги, да, я не скрываю. Мне нужны деньги, да, мне нужны, как говорится, финансовые эти. Поэтому я сюда и пришел, и мы сейчас вот… Старичок, я могу вложиться в русскую песню, у меня рублей 300. А как это? А, доеду обратно. Вот, а, давайте, родные мои, значит, сейчас активно, активно, как бы, да, вот мне вот в ухо говорят, как называется клип, но у нас, знаешь, у нас такая потрясающая редактор, я ее обожаю просто. У меня и клип «Дубинушку» можно поставить. Я не могу его объявить просто. Прохор Шаляпин «Дубинушка». Ну как это? Да. В дуэте с Федором Ивановичем Шаляпиным. А, бифигашь себе. Мы восстановили его голос, я сыграл сам Федор Ивановича в этом клипе, и получился замечательный клип. И режиссером выступил Александр Домогаров-младший. Ничего ж себе, Александр Домогаров-старший благословил это все дело, понимаешь? Да. И рекрестью. А, и до сих пор наш оператор сидит и крестит айпад, понимаешь? Ну дай ему бог. Родные мои, Прохор Шаляпин-Дубинушка. Вот. Поехали. Ой, как по хуторам мы с Прохором гуляли. Дорогие, да. Это мы репетировали. А вы, кстати, знаете, вот это движение? Знаете, что оно? Ох. Вот. Приходите, деньги ко мне. Приходите. Дай мне, боже, побольше денег. Слушай, на самом деле я понял теперь, дорогие друзья. Просто вы входите, знаете, что такое одобрение к кредиту? Входите в Сбербанк, и там как бы, здравствуйте. А ты как бы, добрый вечер! И тебе сразу, знаешь, накидали, но шмыряли, там правда ушел. Скажи, пожалуйста, может, по сути говоря же, как бы, интересно же, если ты кого-то поприветствуешь там как бы, да? Я хочу передать огромный привет в свой родной город, где я родился и вырос в Лондон. Шучу. В Волгоград. Всему городу Волгограду я передаю большой привет. И особенно моей маме, которая сейчас смотрит нас, и она является твоей поклонницей. Вот это да! Да. Низкий вам поклон. Я вам хочу сказать честно, у вас отличный вкус. Смотрите сериалы! Вот, и на самом деле, как бы, в следующем раз, когда я приеду в Волгоград, да? Там же будет, но это январь будет. Я обязательно нужно билеты передать на концерт, чтобы на первом ряду, чтобы я по почву твое мало, потому что... Вообще было бы очень приятно. Она любит находить на концерт, она работает мне в больнице. Ага. И да, так что... Круто! Вот так... Сестра хозяйка. Ух ты, господи! Она сестра хозяек, она очень любит свою профессию. Слушай, на самом деле, это один из основных людей в больнице, потому что врач он пришел и ушел. Вот, а все вопросы к сестре, да, 4 часа сутки. Чего? Чего, как бы, да? Потому что... Слушай, скажи, пожалуйста, Прохор, вот честно, как бы, да? Все-таки про эти слухи мы говорить не будем, но! Но! Вот это неприятное, паршивое, завистливое в шоу-бизнесе, как бы, да? Вот, есть ли в шоу-бизе дружба, честно скажи? Есть ли она или ее вообще нет априори, и все твои приятели и друзья, они из других профессий, вообще из другого мира? Ну, честно говоря, со временем я понимаю, что, конечно, вот у меня из артистов есть некоторые коллеги-друзья, с которыми я вот действительно могу поделиться на 100% доверяя. И... Кто? И Настя Стоцкая, да, и Лена Терлеева, очень я ее люблю. Есть, как бы, люди, которых вот я ценю, но вообще, по большому счету, я считаю, что наша профессия, она очень эгоистичная. Да. Она, по большому счету, ну, как бы, каждый вот тянет одеяло все время на себя. Конкуренция, упавшего плю, как бы, никто помогать не будет. Да. Поэтому, да, я так со временем понимаю, что, наверное, дружбы как таковой, особенно вот между мужчинами-артистами, наверное, вообще нет. Нету? Ну, вот мужчины с женщиной могут, артисты, именно, общаться, да? Да, тоже не уверен. Но мужчины с мужчиной, нет, идет все равно, видите, вот это какая-то вот... Легкая занятость. Ну, вообще, я завидовал всегда только уж очень сильно великим. А вот каким-то своим ровесникам я никому не завидовал, потому что я еще не считал никогда особо великими. Поэтому как-то не тратил свое время на это. Фабрикантом ты видел? Ну, да, ну, фабрикантом. Ну, с чего там, с кого там взять? Ну, скажи. Ой. Нормально. Ща шалипин все тайны раскроет. Не-не-не, ну, все, конечно, безумно талантливые фабриканты, такие яркие. Отпозоны пошли. Ну, нет, ну, просто они поют популярную музыку, а я народную, в историю войду я. Нет, я всем всегда говорил, я говорю, ребят, вот моя шестая фабрика, я говорю, вы все вошли в историю, вас всех будут играть в кино только потому, что вы были на фабрике со мной. Да, да, я думаю, что лет через 20 как бы, да. А кто там из самых ярких был? Я. Это понятно. А с кем у самого яркого Прохора Шарапина сложились какие-то, ну, более-менее приятельские отношения из своей фабрики? На самом деле, вот я недавно ездил на гастроли в какой-то город, забыл, я и в городе-то в этом был, не помню, как название. Нижние котлы. Ну, в общем, мы с фабрикантами ездили, и с фабрикантами четвертой фабрики, третьей, и вот я, значит, разговариваю со своей подругой из третьей фабрики, она говорит, мы создали группу третьей фабрики звезд. И, в общем, в соцсети все фабриканты третьей фабрики общаются между собой. В нашей шестой фабрике никто друг друг, я даже не говорю о том, что день рождения никто никогда не поздравит, да, с рождением ребенка никто не поздравит. Но я боюсь, что даже если, не дай бог представиться, кто из нас, не придут. Да? Вот, к сожалению, вот понимаете, вот это вот, я говорю, ребята, вы понимаете, что вы гневите Бога. Как это так? То есть, как бы они видят, как бы Прохор щелкнул кедами, и как бы все, как это так? Нет, но у меня там радостное событие, предположим, да, то или иное в жизни происходит. Да. Вся страна меня поздравляет, кроме фабрикантов. Моей фабрики. Ну, старичок, это удел великих, вот, а Путин... Нет, я просто говорю, нет, но кто-то там у нас в рейтинге получше, у кого-то там прекрасная, как говорится, чистая вот это вот, как они это называют, чистая, не совесть, а как это, репутация. Репутация. Да ты что? Репутация, да, вот я говорю, ребята, разве есть репутация в шоу-бизнесе? Нету. Ее просто не может быть, потому что у нас... Прохор, нам нужны имена. Давай имена. Все в шоу-бизнесе это... Ну, или... Поняли? Ну, да. Вот, поэтому какая может быть репутация? Если хочешь репутацию, иди в монастырь, иди там еще куда-то, да, там, религией занимайся, вот там будет у вас репутация. А здесь в шоу-бизнесе надо развлекать людей, веселить. Вот, и я говорю, как-то друг с другом надо общаться, что-то как-то это. Я такой был наивный, мне казалось, что мы вот будем друг друга поддерживать, друг другу помогать. Ага. Я говорю, да вы мне вообще все не нужны, потому что я единственный бриллиант за все эти, там, 8 сезонов. Ну. Просто об этом еще никто не знает в стране, но когда-нибудь об этом все равно узнают. Конечно. Не, ну в том смысле, что, знаешь, это посылится про меня. Бриллиант, упавший в грязь, не становится не бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес. Нет, ну не все, конечно, фабриканты пылья, очень много талантливых. А пыль, поднявшаяся до небес, никогда не будет бриллиантом, да? Нет, ну я в том смысле, что, во-первых, народные песни никто не поет. Ну как можно не петь народные песни? Я удивляюсь еще, есть люди вообще, знаешь, у меня эмоции переполняют. Уроды! Вот, нет, есть талантливые ребята, но их все равно ничего не ждет. Два-три. Нет, все равно ничего не ждет. Потому что рынок занял Прохор. Все. Нам все нужны деньги, связи и все. За всеми кто-нибудь стоит, какой-нибудь дядя Петя, там это. Да не дай бог, ты что? Да. Дядя Петя стоит за ней. Поэтому я говорю, и одна только народная песня. Да, народная песня, это вам не хрен собачь. Нет, мы тоже деньги нужны, честно, я так понимаю, что. Мне, конечно, надо пару миллионов. Ну, может, один раз вот, а он такой, хороший с бородой. Нет, не правда. А, кстати, знаете, если так подумать, то это, как бы, переделанные народные песни. Так, а все, практически, песни переделанные народные. А я уеду жать в Лондон! А я... Любую песню можно переделать. Этот сегмент, они вдохновляются, там, Джо Кокер, еще какие-то звезды, там, они за рубежом. А грустная песня вот эта вот. Не, ну, международные такие, в России, с суперхитами, конечно, становятся песни, рожденные в нашей среде, гармонии именно. Ага. То, что вот вдохновляются некоторые наши звезды, думают, что они Голливуд сейчас тут чуть-чуть подделают, изменят две нотки, и никто не догадается, но это ладно. Но то, что они добьются такой же признательности, это, конечно... Да нет, все от русских народных корней. Нет, все только народные песни. Ты видел клип, нет? Когда он выходит в чистое русское поле, рано утром, с лошадью, разворачиваясь и говорит... Слышишь, ты что такое дерзкое? И как бы уезжаешь. Это очень интересно. Я наблюдаю, кстати, иногда за тем тем, что это гениальный человек. А ты курс, что ты наблюдаешь, да? У него мозги работают вообще... Нормально у него с бизнесом все хорошо, понимаешь? Да. Тут попел, тут шмотки. У них таких друзей, как у него, я думаю, мы тоже бы что-нибудь придумали бы. Слушай, а ты сделай, как бы, знаешь, это самое... У него есть Black Star Mafia, да, как бы, ну... А ты сделай, как бы, русскую народную мафию. То есть, как бы, знаешь, это самое... Братва в кокошниках на УАЗиках приехала такая. Ты говори, ты говори, короче, мы от Прохора, и понеслось. Ну да, но... Хоп-па-чистушка! Понимаешь, у меня все-таки наклон идет на мировое. На мировую признательность. Родной мой, я бы тебе вообще не советовал в шоу-бизнесе где-то наклоняться. Это опасно. Вот, сейчас мы будем смотреть твою потрясающую песню. Ну вот, потому что, знаешь, есть вот некоторые люди, которые, например, делают наколки, татуировки, ну, в СИЗО, в Питерсах. У них есть такая песня, называется «Читай по глазам», здесь написано «Не буди». А у тебя песня, она как раз называется «Читай по губам». Клип снят совместно с королевой Ямала, главной певицы Ямала автономного округа, и с Еленой Лаптандер. Это Ямало-Ненецкий автономный округ? Да. Поехали. Дорогие друзья, это во-первых, телеканал «Юмор», меня зовут Антон Юрьев, гостях у меня Прохор Шаляпин, и это просто охренефигительно, понимаете, вот только что сейчас… Последняя реликвия Руси. Я. Что это смешно? Прикоснусь к иконе. Родные мои. Знаете, вот… Родные мои очень смешные, кстати, мама рассказывала о Волгограде, но там у нас очень есть друзья семьи, под шофе очень часто ходят. Ну, как все. Ну, и в общем, заходят, значит, один к нам домой, и, короче, там висит мой плакат, у меня такие первые плакаты были, я в белом одеянии в ДК занимался, белый у меня наряд, короче, ну, там была еще другая фамилия у меня, и написано «Непорочность», там, да? И, в общем, я белый, такой, с зубами, вот так, там, голубой фон, белый я, и, в общем, отретушированный весь такой это, и «Непорочность», ну, и, короче, на плакат висит. И этот что-то это разговаривает, разговаривает с мамой, ну, подходит такой «Господи, помоги!» Ну, плакат. Господи, я таким же образом каждое утро на Сергея Зверева вот так вот подхожу, вижу. Не, ну, это богохульство, на самом деле это не смешно, но доль юмора все равно есть. Да? Юмор-то да есть. Радима, вот только что, как бы, да, основа, так сказать, русского народного евроданса у нас в гостях. Не, ну, среди моего поколения я могу сказать, что действительно я основа. Да! Кто у нас еще из молодежи вот поет народные песни, без шутки, да? Вот сейчас я выпускаю второй альбом, первый, третий уже альбом, третий, у меня первый был там эстрадный, второй, значит, у меня назывался «Легенда», там народные были песни. Ага. Сейчас выходит у меня третий, нет, он будет называться «Сенсация». Сенсация? Они верят в Бога и любят государство. Меня тоже любят. Да ты что? Да. То есть ты четвертый? Да. Налоги? Бог? Государство? Шаляпин! Горосуй за Прохора! Да, понимаешь? Народные. Кстати, вот я думал насчет политики, я же поступал в Академию Госслужбы. Да ты что? Да, но меня отчислили. Как? Я понял, что это не мое. Почему? Ну, потому что там, ну, как бы это не мое. Все вот эти политические там, я в свое время, знаешь, после фабрики вышел, вот я буду министром культуры, шутил-шутил. Потом у меня подруга хорошая работала, ну, у министра культуры, действительно, Москвы там, помощница. И я узнал, как это все тяжело. Да? Как это все требует с утра до вечера работы головной боли, нервов и выдержки. И я думаю, нет. Это не для меня. А ты к этому еще придешь, еще несколько лет и пойдешь в политику? Нет, нет, в политику я точно не пойду, это все не для меня. Я ничего не понимаю в этом, если честно. Как это так? Расскажи мне про бивалютную корзину, а лучше спой. Нет, я ничего не понимаю, правда. Я говорю, есть категория людей, которые вот, ну, не разбираются в политике. Ну, это нормально, понимаешь? Все равно, как в данном случае, сейчас такая ситуация. Как говорится, с соседями-то по площадке по лестничной договориться не можем, а вы тут... А ты знаешь, соседей по площадке? Ты дружишь со всеми? Нет, вот именно что. Я ни с кем не дружу особо. Когда ты последний раз ходил за солью? К соседям? Да нет. Что за дебилизм? Кто-то ходил, когда ты за солью? Нет, я ходил с соседями по двум причинам. Либо, значит, меня топит, либо топлю я. Все. То ты что? Да, ко мне приходит. Этажом ниже стоять. Ты меня топишь! Я говорю, ты меня топишь! Да, я ее не топлю, как бы у меня там просто трубы старые и прорвало. Я даже не в курсе, понимаешь, я там занимаюсь своими делами. То есть ты сидишь и напиваешь в ванной с мочалочками и вплываешь. Слушай, на самом деле я тебе хочу сказать, что все-таки основную тему в шоу-бизи ты выполнил. Почему? Потому что в данном случае артист должен вызывать любую эмоцию. Либо раздражать, либо любить. Середнячка как бы, ну шаляпин и хрестин. Ты вызываешь эмоцию, потому что люди... Да, я согласен. Многие меня как бы не любят. В раздражении нет негатива. Когда на меня раздражаются более великие, ну как бы реализованные, будем так говорить. Великие это после смерти, только через 50 лет будет. Вот каждый из нас, когда умрет, 50 лет отсчитываем и вычисляем величие. Потому что так тоже нечестно. Извините, одно дело тебе 30 лет, ты не особо великий. Ну как бы ты нереализованный еще. А другое дело тебе уже 60 лет. Ну конечно тот, кто 60, уже больше успел нагрести под себя. Ну как бы добиться результатов и как говорится. Вот поэтому надо... Умер артист, 50 лет отсчитываем и вычисляем его величие. Вот так надо. Я считаю, шкала величия должна исчисляться. А так по-другому нечестно. Ты там исчисляешь как российское авторское общество. Через 50 лет непонятно. Потому что неизвестно еще, да, кто и как, и кто кому. Чего где. Понял меня, Егор Грид? Прохор шаляпин рулит. Я вообще не замечаю даже молодых вот этих вот, молодых начинающих артистов. Потому что это все мимо. Ну как мимо? Это сезонные проекты. То есть это ничего под собой не несет. Эти песни без ротации ничтожество. Их никто не... Ну не будет их никто петь без ротации. А народная песня, она без ротации заводит весь стадион. Люди тебя на руках просто любят. Я выхожу, я нигде свои песни не навязываю. Как бы я хотел бы, чтобы меня крутили по радио. Я как бы хочу, и я все к этому делаю. А, бабло собираем на клип шаляпина. Но я независим от этого. В любом случае. То есть мне с высокой горы, по большому счету, на все это. Да? Да. Мне хочется, но нет, так и досвидос. Вот так вот. Вот. И как бы я выхожу на площадь к людям. Вот я вижу их лица. Я пою народную песню. Все скачут, все радуются и меня все любят. И на руках уносят? Вот. И я понимаю, что это... Уезжай, Прохор! Нет. Но это на века, понимаешь? Это на века. Это тебе не какой-то сезон, два сезона, да? Тебя покрутят и забыли потом. И вот унижаться, бегать, как сейчас наши стареющие суперзвезды, кому по 55, по 60, ретро, да? Вот они в 90-е были с мега-звезды. И вот мне некоторых из них просто очень жалко. Я их очень уважаю, не смеюсь, без сарказма говорю. Но потому что они стали ретро-певцами. Ну как вот можно, да? А народная песня, ты никак не станешь ретро. Ты как бы изначально ретро. Не, ну у меня песни по 200 лет, по 300 есть. Ничего себе. Да. Ничего себе. Ну так. Ну это же, понимаешь? Попробуй вот так, продержи. Да. Кублика 200-300 лет на площади. Ешь покупать. Не надо. Какая экономия. Подожди, что значит тебе не надо покупать? Аранжировка, сведения. А костюм, а шелка, а парча сколько стоит? Это тебе не просто там черненькую маечку в переходе купил, вышел, типа ты модный там, цепочечки нацепил. А что такое? Да. Еще раз, Егор Кривович. В Америке я говорю, когда по 50 долларов стоят вот эти вот цепи, там кажется, что это очень дорого с виду. А ты видел колье людьми языками, с которым она выходила на сцену петь? Не знаю. Ты видел, какие миллионы оно стоит? Да? Я знаю только о том. Это тебе метафора народной песни. Что если, к примеру, Тимати нацепит все свои украшения, он реально не встанет просто, понимаешь? Скажи, брат, ты не хотел себе когда-нибудь татуировку в русском народном стиле? К примеру, здесь три богатыря. Нет, конечно, ты что? Ну зачем мне это надо? Нет, не три богатыря, а два соска и богатырь. Давай послушаем какую-нибудь твою потрясающую, хорошую песню. Может быть, о Прелужке? Да, да, да. Кстати, очень смешной был случай про Прелужки. Давай, давай, давай. Меня пригласили, однажды было мероприятие, только нашего нового мэра назначили на пост, значит, и собрались все префекты, значит, в ресторане, значит, в Киноккио, кажется, хороший был ресторан, и вот они собрались, всякое порядочное было мероприятие, все за столом такие все важные, ну и народные песни, конечно, при этом очень даже уместны. Я как-то совершенно не подумал, включив в программу Песневой Прелужки. Ой, Прелужке, Прелужке, при широком. А назначили Собянина уже. У меня же все так переглядываются друг на друга. А я думаю, блин, что-то я не подумал. Не, ну песня-то старая, ей 300 лет, понятно, да? Так Шаляпин всех федеральных мероприятий на год лишился. А ладно. Давайте, вот он объявил только эту потрясающую песню, давайте посмотрим на нее видеоклип, родные мои. Let's go на юморе! Дорогие друзья, мы по-прежнему находимся с вами на телеканале Юмор. У меня в гостях Прохор Шаляпин, понимаете? Человек, так сказать, метр девяносто... Два с половиной. Метр девяносто два... Два с половиной, что метр? Метр девяносто два с половиной. Метр девяносто два с половиной, в хорошем настроении. А когда взбиться, то метр семьи с три. Вот, у меня Прохор Шаляпин в гостях. Мы с вами, знаете, пиарим русскую народную песню. Вот почему? Потому что это было, есть и будет. Да нет, не потому что это было, есть и будет. Потому что это единственное спасение для российских артистов. Потому что все то, что делают российские артисты, к сожалению, особенно наша молодежь, они пытаются переплюнуть то, что есть уже на Западе в более качественном виде. И тот продакшен и менеджмент, уровень денег, которые вложены в эти клипы западные, все равно нет у нас таких возможностей, к сожалению, к большому. Поэтому наша эстрада, она в целом выглядит очень нелепо на мировом рынке и даже внутри нашей страны, потому что есть с чем сравнить. То есть ты смотришь зарубежный клип там Lady Gaga и смотришь нашу группу, не буду говорить какую, чтобы не думали, что я там пиарюсь за чей-то счет. Я уже припиарился за счет Федора Ивановича. Вот у меня... Вот, поэтому и как бы под дурачка. Знаешь, вот наш клип увидит, а Lady Gaga или Мадонны новый клип никто не видит. Дорогие друзья, видят весь мир, поэтому стыдно иногда становится. Лучше уж делать русские народные песни в поле петь с гармошкой. Потому что это, во всяком случае, хотя бы ты делаешь сам по себе, и ни от кого в этом смысле не зависишь. Только традиции твоих предков. Я вообще все народные песни уважаю. То есть не только русские народные. И армянская культура очень мне нравится. Древняя такая культура, которая... Очень красивые песни там до мурашек. Я даже иногда слова не понимаю, ну, в основном слова не понимаю, да? Но идут мурашки, искренность. Вот такая вот музыки, гармония. Вообще мне очень много нравится культур. У нас ведь очень огромная страна по культурным традициям, да? То есть много народов, и те, и другие, и пятые, и десятые. И у всех вот эта культура, особенно если она древняя, у меня прям источник, ну, источники. Это вообще супер. Слушай, скажи, пожалуйста, Прохор, а вот есть же конкуренция все-таки в русском народном однозначно. Причем среди молодых. Мариночка девятого, она же... Мариночка девятого я очень ее люблю. Это моя сокурсница. Мы с ней учились вместе. Заканчивали Академию Гнесиных. Да, она вообще большой молодец. Она очень самобытная артистка. Она не похожа ни на кого еще. Очень не нравится Варвара. Потому что Варвара сейчас вдвоем был какой-то садовец. Да, вот я, к сожалению, не успел на их концерт. Меня пригласили. Я очень хотел попасть. Я действительно их являюсь поклонником. И мне... Они очень симпатичны, как артистки. Вот. Но я имею в виду сейчас... Это девочки. А что мне девочки? Я... Ну, как бы... Конкурентов... Конкурентов среди мальчиков не вижу. Друзья, где? Покажите. Ну, у каждого артиста... Курик Пятинского и где-то здесь есть, может быть, какие-то певцы талантливые, да? Но чтобы петь народные песни, это не просто много-то поет вообще. Каждый десятый на планете Земля умеет петь. Да? Конечно. Ты не знал эту статистику? Нет. У каждого десятого на планете Земля Бог подарил возможность петь. Вот. То есть остальным девяти суслик в ухо плюнул? Остальным девяти суслик в ухо плюнул, и эти девять обязательно на нашей российской эстраде. Вот. Нормально. Нормально. Простите за откровенность. Хит-парат телеканала юмора продолжается. Новая суперзвезда России нашептала свой новый альбом. Да, а что, почему нет-то? Нормально, бывает. Хорошо. Хорошо. Не, ну я уважаю таких эстрадных артистов, которые очень красивые. Вот. Стройные, красивые, сексуальные. Ну, есть такие. Давай, поди! Кто? Ну! Ну, Viagra всегда были очень выигрышно выглядят, да? То есть даже вот можно убрать музыку и просто на них смотреть, и это всегда вызывает положительный эмот. Потому что красота, она не имеет вообще ничего общего ни с чем. Ни с культурой, ни со спортом. Ну, я же вообще всегда слушаю, знаешь ли, как бы. Есть люди, которые их слушали, есть люди, которые им аплодируют. Которые смотрели на них. Да, но одной рукой аплодировать сложно, поэтому на концерте важно, как, знаешь, идти. Это очень сложно себя блогать. А скажи, пожалуйста, продолжим про русское народное шоу. Почему ты не хочешь влететь? Ну, предположим, Шаляпин насобирал баблища, да? Какой-нибудь банк просто привез тебе две газели, ба-бла-бла-бла. Вот, в Олимпийском большое шоу только, знаешь, со спецэффектами, но с русским народным колоритом. Не, ну, понимаешь, чтобы в Олимпийском сегодня собрать очень большое шоу, на это надо очень много трудиться. Да, нет. Почки одной не хватит, их надо как минимум сто. Этих почек. А, дорогие поклонницы Прохора. Вот, поэтому я думаю, что на народную эту культуру когда-то мы... Мы сейчас все равно с этим сталкиваемся. Мы столкнулись с кризисом, потому что народу уже не интересна наша поп-культура. Это, судя по рейтингам на метровых каналах, они все низкие, никому не надо. Одни и те же артисты, одно и то же по кругу, все переделанные западные песни, все это как бы, да, или слизанные народные, непонятно. То есть, ничего своего, ничего интересного, оригинального, ничего нового. То есть, вот этот затахлый воздух, он уже всем надоел. То есть, мы все равно уперлись. И патриотизм, его тоже надо воспитывать, оказывается. Мы все-таки столкнулись с тем, что в советское время была правильная идеология. Люди любили и уважали друг друга, и основы между людьми были правильные. Эти основы нельзя терять, потому что, если их теряешь, приходит плохое, понимаешь? А плохое ведет к разрозненности, ну, к плохому, соответственно. То есть, грубо говоря, затхлый воздух нашего шоу бизнеса, ты туда хочешь порваться в костюме освежителя. Да, ну, конечно, нужна поддержка. Поддержка нужна. Я пока еще не понял, кого именно. Ну, то есть, каким-то банком, что ли, идти. Я не знаю. Куда ходят мои коллеги из эстрады? Твои коллеги ходят по большому исключительно. Я тут поехал на рублевку к подруге. Пошли, говорят, ну, пойдем по домам погуляем. Может, с кем познакомимся. Пошли гулять по домам, по горкам. Пустые давай, никого нет. Где вы, люди? Калядовать надо. Рублевка опустела, никого нет, все уехали. Друзья, я не могу понять, одна обслуга живет там. Никого нет. Покалядовать. Ну а что? Я шучу, конечно. Почему? Нормальный пришел, говорит, ой, давай бабульки, давай бабульки мне. Ништяк все отлистал. Причем, находи со счетчиком в банкнот. Вот эти, он говорит, я коли до вас. Нормально! Низкий поклон вам. Бурановские бабушки так насобирали, выкутали себе деревню. Не, ну а что вы смеетесь, да? Федор Иванович Шаляпин. Вы Митрополь видели? Митрополь. Но! Это его друг построил. Во времена жизни Федора Ивановича вот друг строил Митрополь и как бы помогал Федору Ивановичу, и деньги, и все. То есть это всегда все было. Ну то есть и народную песню надо поддерживать хорошо тоже, чтобы это было качественно и круто. Вот просто, к сожалению, страна меня не знает. Есть у меня такой друг один, я бы тебе посоветовал, но просто вот это мой друг, а его папа не Митрополь строил, а Митрополитен, но он хип-хоп любит, к сожалению. Ты как бы понимаешь, вот в чем тебе. А дуэт? Если вы хотите войти в историю, если вы хотите действительно, чтобы вот вас вспоминали как Савву Мамонтова, да, спустя годы, кто бы его вспомнил, Семен Федор Иванович? Мой дедушка. Историки не доказали, кстати. Докажите историки, что это не мой дедушка. Вы по своих дедушек ничего не знаете. Давай к Маракову на ДНК опять, что, какая разница? Аааа! Кстати, а мне не надо никому ничего доказывать. Вот вы доказываете мне. Вы доказываете. Хотите войти в историю? Пошляйте бабки шаляковым. Вы взяли фамилию, вы там это, это. Но возьмите вы фамилию, если вы такие все умные, да, и добейтесь этих высот, каких добился я. Вот так вот. Вот так вот. И по следу обычно прохом делают так. Таааа! Туда вот. И поэтому, если вы хотите действительно войти в историю, запечатлится в хорошем смысле этого слова, вы должны вложить деньги внизу. Бегущая страна, карточка, куда переводить. Бегущая, да. А бегущая. У меня одна знакомая написала, Ирена, написала, значит, в соцсети. У меня сегодня день рождения, но я не хочу праздновать, что-то мне голова болит. Не будет сегодня никаких подарков и цветов мне. Но если кто хочет поздравить, вот моя карта. Вот так вот. И я, конечно, говорю, такой крутой новый способ. Мы продолжаем ваш марафон по сбору денег. Хочешь помочь Шаляпе на новый гастрольный тур? Набери на телефоне языком Тифли-20 и будет баблище, родные мои. А сейчас мы будем слушать музыку. Потому что, знаете, наступила зима, в Москве выпал снег, поэтому у нас все должно быть все-таки айоба. Айоба! Весна, родные мои. Поехали на юморе. А, дорогие, любимые, хорошие и родные, Колопьёх, это Паврибади. Мы с вами до сих пор на телеканале Юмор. Меня зовут Антон Юрьев. Слева от меня находится Прохор Шаляпин, дорогие друзья. У нас все в студии в указателях. Прохор Шаляпин здесь. «In the house», как говорится на русских народных телах. И сейчас, вы знаете, у нас будет «Аньплаг» практически. Через некоторое время, поскольку до конца эфира эфир Москва, он не резиновый, а вот у нас, как вы понимаете, такая ситуация, что все гости, которые поют, реально поют, по-настоящему, они в эфире поют. Поэтому вот сейчас вот русская, народная, хитовая, родная, хороводная. Давай вот это. Вьется вдаль тропа лесная, Светят звезды ранние, Буду здесь всю ночь без сна, Я ждать с тобой свидания. Буду здесь всю ночь без сна, Я ждать с тобой свидания. Сколько раз надеждой робкой Ждал тебя у дома я, Ты проходишь дальней тропкой, Словно незнакомая. Ты смеешься над моею Незавидной внешностью, Но ведь я богат не ею, А сердечной нежностью. А вы по-прежнему на телеканале Юмор, меня вон Тох Юрьев зовут, вот Прохор Шаляпин, и вот к нам вламывается Вологодский ОМОН, здравствуйте, руки на копот, понимаете? На копот. На копот, да. Слушай, на самом деле, я тебе хочу сказать, вот эти вот две минуты, которые вот остались для того, чтобы с тобой поговорить, я тебе хочу пожелать только одного, дорогой мой Прохор, категорически не обращать внимание на всяких, так сказать, коллег, да, или кого-то еще, завидует, не завидует, как бы, да, у тебя есть своя дорога, своя сторона тротуара, дайте Бог, чтобы ты в ней состоялся так, чтобы ты мог перейти из разряда исполнителей в разряд законодателей, и чтобы каким-то образом за тобой тянулись не только поклонники, но и тянулись те люди, которые тебя искренне любят за то, во что ты веришь. Ты тут достоин, я уверен, что у тебя это получится, вот, поэтому сейчас я буду слушать твое обращение, так сказать, коллекторату, предвыборная к народу перед твоим кастролем тором парашки. Ну, я вообще всем хочу пожелать хорошего настроения, это самое главное, сейчас у нас погода не очень за окном, но мне хочется, чтобы дома у всех погода была прекрасной. Чаек с лимоном, мед, если нервы там, да, у кого-то, мед очень хорошо на ночь, вот, ну, это народный рецепт. Чаек с лимоном, постель с Антоном, это нормально. Вот, ну и в общем всем я хочу пожелать реализации всех ваших планов, и самое, что важное для меня, совет, надо желать всем только добра. Вот то, что вы хотите желать себе, надо искренне желать всем окружающим, вот, и тогда как-то легче жить. Вот, и спасибо тебе за добрые слова, я очень, мне редко кто говорит, вот, да. А че, ну, ну, правда, был бы ты дебилом, я бы тебе так и сказал, это нормально, а ты как бы, дай бог тебе удачи, потому что, ну че, человек дарит хорошее настроение, искренне это делает, какая музыка, какая разница, ему нравится русское народное, как бы, да. Некоторые просто думают, что ты выбрал какой-то легкий жанр, чтобы все это делать, нет, он в это верит, ну, это видно, это чувствуется. Каждое утро просыпаюсь с улыбкой, проводите неделю в охренефигительном настроении, в эти народные песни. Да, любви и приключений, это Прохор Шаряпин, меня зовут Антон Юрьев, это телеканал Юмор, пока!